Друзья, всем привет! И сегодня будет коротенький ролик, будем смотреть на видеопередатчик Mamba Ultra. Во-первых, мне постоянно пишут личку, говорят, давай покажи запчасти, потому что я в последнее время показываю лишь большие проекты, где что-то уже, ну, относительно большое, какое-то готовое, а по запчастям все меньше и меньше как-то прохожу. Ну, а кроме того, сейчас вот на подъезде, на подлете уже новый самолет, в который этот самый видеопередатчик, я думаю, встанет. Хотя, еще под вопросом, может, туда DJI пойдет, может быть, это видеопередатчик. Но я думаю, видеопередатчик заслужит некого внимания. Погнали! Напоминаю, что ролик создан при поддержке магазина Воздушное Хобби. Это интернет-магазин моделей, аксессуаров и запчастей. Итак, что за видеопередатчик? Это Mamba Ultra 1000, видеопередатчик на аналоговую видеосвязь, которая работает на большой мощности. Поскольку сейчас все меньше народу вообще в целом использует аналоговую видеосвязь, все больше народу уходит на DJI, ребятам с аналоговой видеосвязью приходится как-то извращаться, что-то придумать, чтобы как-то впечатлить, так сказать, покупателей. И в данном случае большинство из них выбрало путь увеличения мощности. То есть, если раньше видеопередатчика по 600-800 мВт были нормы, то здесь они обещают, что будет 1 Вт выходной мощности. Для кого это? Я не знаю. Я как бы поставлю на самолет и, предположим, слетаю на 20 км. Тогда я понимаю, для чего это нужно. Но если вы будете летать, например, на 200 метров вокруг себя, зачем вам такой видеопередатчик? Я даже не знаю. Как видно, видеопередатчик полностью закатан в радиатор. То есть, по идее, он не должен перегреваться особо. И должно тепло благополучно передаваться на корпус и оттуда уже уходить в атмосферу, так сказать. Здесь, как видно, есть несколько отверстий, в которые просвечиваются диоды. Небольшая кнопочка для какой-то дополнительной настройки. Но, по большому счету, я думаю, в современном мире никто кнопку использовать не будет, поскольку есть управление через полетные контроли. Как видно, у нас напряжение от 7 до 36 Вольт. То есть, можно напрямую подключать даже на 8С аккумуляторы, липополимерные аккумуляторы. Также у нас есть дата вход, то есть, управление через полетные контроли есть. Также еще есть небольшой бег на 5 Вольт для того, чтобы питать. Ну, предположим, ваша FPV-камера может питаться, например, от 5 Вольт напрямую от видеопередатчика. Здесь это, естественно, внутри дополнительно фильтруется. По самой комплектации здесь есть кольцо, на которое можно повесить вот такую табличку. Если вы не знаете частоты наизусть, а их почти никто не знает, то у вас есть такая замечательная табличка, на которой написаны все частоты всех сеток, ну, основных. Соответственно, вы можете посмотреть, какая частота за какой канал отвечает, если вам это нужно. Что интересно, здесь есть косячок, каналы везде подписаны как первый, но на самом деле это вот с первого по восьмой канал идут сетки с А по Р. Поскольку в видеопередатчике MMCX разъем, внутри он маленький, то есть переходник с MMCX на обычный SMA и есть также маленький депой, причем еще на довольно длинном проводе, соответственно, можно стоять даже на серьезные достаточно аппараты какие-нибудь. Также два проводка. Они абсолютно одинаковые, в заключении того, что здесь всего 4 провода, здесь все 6. То есть здесь не используется 5 Вольт бег и земля с него, здесь используются все. То есть здесь вы используете камеру на 5 Вольт, используем этот провод, ну, а так я буду использовать, предположим, вот этот. Также в комплекте есть инструкция, весьма полноценная инструкция, где расписаны все параметры, которые есть у этого передачка, все необходимые настройки, которые вам необходимо провести, и все индикаторы, которые на нем есть. Здесь прописано действительно все. Если у вас какие-то есть дополнительные вопросы, вы можете сюда заглянуть. Для тех, кому интересно, сколько выдает 5 Вольтовый бег, то выдает он максимально 1 А, то есть достаточно много. Если вам нужно запитать какое-то устройство, типа ранком сплит или что-то такое, которое потребляет много, это можно сделать через видеопередачку. Перед тем, как я подключу видеопередачку к какому-нибудь полетному контролю, мы будем смотреть, как он работает. Давайте еще взвесим. Видеопередачек нелегкий, весит почти 12 грамм, 11,7. Если вы добавите такой переходник, то все будет весить уже 15 грамм. А с вот этим вот маленьким, тоненьким, легеньким диполем, ну, наверное, поменьше будет сейчас как бы его положить. Вот так вот, 13,2, нормально. Здесь, как видно, напрямую через термопасту, наверное, прикладывается катушка, то есть дроссель с преобразовательным напряжением на 5 Вольт. Ну и также есть еще два маленьких кубика. Это какая-то типа термопрокладочка, которая прижимается к генератору сигнала и к усилителю. То есть оба этих чипа действительно всегда стандартно очень сильно греются. И здесь, я думаю, это будет как-то, ну, меньше заметно, поскольку все тепло, по идее, должно улетучиваться на верхнюю крышку и дальше. Собрал небольшую схемку для тестирования с полетным контролем камерой и видеопередатчиком. В общем, здесь видеопередатчик, как видно, подключен на видео, чтобы получать какое-то видео с камеры питания на плюс и минус, то есть напрямую к аккумулятору посоединены. А белый проводочек, который выходит с видеопередатчик, подключен на TX6, то есть на приемную сторону 6-го UART. Что интересно, от другого полетного контроля видеопередатчик не завелся, но здесь он завелся нормально. Это старенький AirBot Nox 2-го поколения. Я думаю, с ним будет работать. Подаем питание 12 вольт на него, думаю, будет нормально. Для того, чтобы настроить это все дело, подключаемся к BetaFlight, переходим во вкладочку порты и выбираем здесь UART, на котором подключен сейчас видеопередатчик. В данном случае это у нас UART 1, и здесь включен ERC Trump. То есть здесь у нас видеопередатчик включен. После этого нужно зайти на сайт Diatone. Здесь есть раздел Support и Download, то есть это вспомогатель материала, который нам как раз необходим. Переходим во вкладочку LED Board и VTX, и здесь вот где-то есть UART 1000 VTX Table. Это таблица для видеопередатчик, которая правильно называет частоты, правильно называет мощности и так далее. Я уже ее скачал. Переходим во вкладочку Video Transmitter, Ultra 1000, и нажимаем Save. По идее, теперь у нас все должно работать. Для проверки сейчас выбран канал RaceBand 1. Как видно, здесь есть какой-то сигнал. Переходим, включаем RaceBand 2, нажимаем Save. И как видно, здесь у нас канал улетел. Все. То есть Trump протокол работает, с этим никаких проблем нет. Теперь по поводу питания. Я сейчас отключил видеопередатчик от питания, чтобы работал только полетный контроль. Итак, у нас потребляет полетный контроль 0,90 мА. Теперь подключаем видеопередатчик и смотрим с видеопередатчиком сколько. На мощности 25 мВт. Вот сейчас совсем потребляет 0,3 А. Теперь 200 мВт. Включаем. На этой мощности 0,35 А. 400 мВт. 0,4 А. 800 мВт. 0,48 А. И 1 Вт. 0,51 А. То есть сейчас вот это что-то порядка сколько? 6 Вт жрет. Но на самом деле это не так уж и много, учитывая, что если он действительно выдает 1000 мВт. Но не так давно я показывал видеопередатчик Rush Tank Solo, который на примерно такой же мощности, примерно 6-6,5 Вт, выдавал 1700 или 1800 мВт. Поэтому это еще не максимум эффективности. Итак, поскольку первая часть не записалась, начнем мы с того, что смотрим, как отрабатывает отсечка по температуре. Видеопередатчик сейчас лежит без обдува на протяжении примерно, наверное, минут 40 он лежит. Я просто думаю, когда же наконец начнет опускать мощность. Но мощность опустилась всего до 0,5 Вт. То есть в половину уменьшилась. Температура при этом у него, в некоторых местах он даже 90 есть. Но это не так уж много, поскольку у таких видеопередатчиков всегда отсечка гораздо выше, что-то там 110-120 градусов, поэтому нормально. То есть даже без обдува, даже очень долго видеопередатчик все равно выдает свою заявленную мощность. То есть сейчас вот 0,5-0,6 Вт, это неплохо. Теперь включаем обдув. Ну и сразу, как только я включил обдув и поставил его нормально, сейчас температура что-то около 50 градусов опустилась вниз. 0,9 Вт показывает. То есть уже до своего Вт практически разогнался. Вот местами Вт проскакивает, все хорошо. Теперь посмотрим, какую мощность выдает на 800 мВт заявленных. 0,8 Вт. Хорошо, неплохо. Вроде держится стабильно. 400 мВт. Ну вот он что-то там 480-500 мВт он выдает, короче, чуть-чуть больше. Как видно, чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, варьируется немножко мощность, но все больше, чем 400, это однозначно. Дальше 200 мВт. 200 мВт выдает в районе 150, на самом деле 130-150 где-то так. Ну это на самом деле нормально. Дальше 25 мВт. На 25 мВт что-то от 20 до 30 мВт, что тоже вполне нормально. Ну и последнее это пит-стоп. Врубаем пит-стоп. Ну и здесь что-то какие-то совсем уж крохи выдает. Так что все работает нормально. Есть и пит-стоп качественный, и все остальные в режиме тоже работают вполне нормально. Обратно включаем 25, но это он что-то там 30-35 мВт выдает. Так что с мощностью никаких проблем нет. Итак, что по видеопередатчику? Видеопередатчик вроде неплохой, но кроме того, что он выдает большую мощность, имеет неплохой радиатор, здесь больше, в принципе, особо таких каких-то крутых, невероятных фишек нет. С другой стороны, и цена на него не очень высокая. Если посмотреть на сайте производителя, цена на него что-то в районе 30 долларов. В остальных магазинах, конечно, чуть дороже, но, тем не менее, если вы будете заказывать в официальном магазине, цена будет довольно низкая. В остальных магазинах чуть повыше, но, тем не менее, это не сравнится с ценой там на какие-то более дорогие бренды. Диатон со своей серией Mamba все-таки довольно низкий ценник имеет, но при этом достаточно хорошее качество. Я думаю, этот видеопередатчик будет хорошо работать, ну а скоро мы его поставим на большой самолет. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и заглядывайте в описание. Кроме того, сейчас начинается распродажа Черная Пятница, и ссылку на нее я оставил в описании. Загляните, посмотрите. Может быть, чуть позже напишу что-то в Телеграме по поводу нее. По-моему, там есть пару интересных позиций. На этом, друзья, все. Пока.